Руслан, вы коренной новосибирец? К сожалению, нет. Но я сибиряк. А как давно в Новосибирске? В Новосибирске я с 11 лет. А откуда вообще? С Тюменской области. С Тюмени, можно сказать. Ну, как бы я жил в Тюмени, потом в Самарской области и потом в Новосибирске. Но это решение, чье было сюда переехать и зачем? Ну, я переехал сюда в детстве, поэтому это было решение больше родительское, чем мое. Ну, а есть понимание, почему был выбран Новосибирск? Ну, там была на самом деле достаточно прагматическая цель, потому что здесь был крупный работодатель, который пригласил моих родителей. А вы не думали уехать из Новосибирска? К сожалению, много раз думал. И? Ну, у меня всегда как бы было две мысли в голове. С одной стороны, когда я приезжаю в другие города нашей страны, особенно миллионники, конечно, многие вызывают у меня больше как бы восторга. Ну, например, такие города как Москва, Санкт-Петербург, Казань мне очень нравятся. С другой стороны, ну, мне очень нравится предприниматель Сергей Галицкий, который как бы всю жизнь прожил в Краснодаре и придерживается точки зрения, что нужно украшать как бы то место, где ты как бы находишься, а не бежать как бы искать как бы лучшего места. Поэтому, ну, поэтому пока я здесь, потому что охота здесь что-то менять в лучшую сторону. У вас есть любимые места в Новосибирске? Любимые? Ну, конечно, есть. Конечно, какие, да? Это что? Где? Ну, мне нравится в Новосибирске, мне нравится Академгородок, мне нравится Кольцово, то есть мне нравится именно как бы атмосфера в этих местах. Вот. Для меня всегда была загадкой, зачем нужно развивать Сколково, когда есть как бы Академгородок, можно вложить туда меньше денег и получится то же самое, даже лучше. Там есть уже вся инфраструктурная база для этого. То есть, ну, наверное, это мои как бы любимые места. Что бы вы показали своим гостям, кто первый раз оказался в Новосибирске? Кто первый раз? Ну, это, наверное, какие-то как бы классические как бы места, то есть как бы это оперный театр, Академгородок, набережная, Зайлицовский бор, который является, ну, одним из самых больших, насколько я знаю, в Европе по, как сказать, возрасту деревьев, по моей информации. Чем или, может быть, кем наш город, на ваш взгляд, по праву, может гордиться? Ну, я считаю, что у нас есть как публичные люди, которые как бы довольно-таки как бы известны, так как бы и не публичные люди. Я считаю, что, ну, как бы из публичных людей это, конечно, там, не знаю, мне на ум приходят, как бы наши спортсмены, которые как бы там в области, там, Горько-Римской борьбы, например, там, Карелин, Ласов, например. Ну, а если не публичные плоскости, я считаю, что у нас очень много как бы хороших и талантливых людей, которые работают абсолютно в разных отраслях. Я считаю, что у нас достаточно сильно как бы научная сфера, то есть у нас очень много умных людей, и мы являемся некой такой вкусницей кадров для IT-отрасли, для научной как бы среды. Я считаю, что у нас как бы хорошая медицина и много как бы талантливых как бы врачей. Ну, все эти люди как бы находятся в тени, как бы они по телевизору не уступают, но я считаю, что они достаточно талантливые и как бы очень хорошо как бы исполняют свой долг. Есть любимый ресторан? Ресторан? Ну, знаете, как бы я работаю как бы в сфере как бы строительства как бы ресторанов, поэтому... Строительство ресторанов? Ну, строительство ресторанов, да. Ну, как бы это... И вообще я работаю в сфере строительства, мы как бы создаем как бы рестораны полностью как бы под ключ как бы от идей до реализации. И иногда бывают идеи, конечно, как бы наших коллег по цеху, других как бы дизайнеров, но в целом. Поэтому я прям выделить как бы не могу какие-то... Мне нравятся как бы локации. Мне нравятся... Вообще как бы я считаю, что рестораторы это одни из самых таких людей, которому город должен быть благодарен, потому что именно они как бы украшают как бы город как бы своими идеями как бы и тем, что как бы они реализуют. Вот. Мне нравятся такие места, как ресторан Горик, например, на Красном проспекте 22. Мне нравятся рестораны Горик на Ленина. Мне нравится там джан Хуан Лу. То есть чисто по своей атмосфере. А что можно, нужно сделать Новосибирску, чтобы наш город стал еще привлекательнее? Ну, я считаю, как бы если как бы говорить как бы про недостатки нашего города, ну, мы должны как бы всегда подходить ко многим вопросам через призму критического мышления. Только как бы я считаю, это ведет как бы прогресс. Нам нужно больше уделять внимание как бы благоустройству как бы и уходу за городом. То есть тогда это будет реально делать нас третьим городом страны. Если бы один день в месяц нужно было бы тратить на благо города бесплатно, что бы вы стали делать? Что бы я стал делать? У вас были бы любые ресурсы. Ну, наверное, я бы занимался благоустройством. А что конкретно в благоустройстве? Ну, я считаю, что нам не хватает как бы зеленых зон, нам не хватает газонов, нам не хватает каких-то таких приятных. То есть пошли садить травку, обрезать деревья. То есть как бы все незасаженные участки я бы стал как бы засаживать, если бы у нас были неограниченные ресурсы. Ну да. Если бы Новосибирск вдруг стал человеком и оказался сейчас прямо перед вами, что бы вы ему сказали? Страна опять пришла. Привет. Да. Ну, я бы ему, наверное, сказал как бы не останавливайся в своем развитии, но следи за собой. А вот если продолжить эту тему дальше, если бы он был человеком, то каким вы его видите, каким представляете? Кто это? Мужчина, женщина, девочка, возраст, эмоции какие, темперамент? Ну, опять-таки, так как, ну, я смотрю это на призму через, скажем так, своих любимых мест. Так как мне нравится Академгородок, Кольцово, то есть там определенная культурная среда. То есть я представляю себе Новосибирска мужчины, так сказать, средних лет, интеллигентного, культурного, образованного, и высокого специалиста в той области, в которой он работает. Я сейчас скажу фразу и попрошу назвать три первые ассоциации, которые всплывут перед вашими глазами. Дорогой Новосибирск. Дорогой Новосибирск. Оперный театр. Академгородок. Зайльцовский бор. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова